Где в Киеве тусуются поэты? Четыре локации для творческой молодежи, о которых ты должен знать. Современная молодежь всегда была недооценена, ведь они свободны в своих мыслях и размышлениях, они не обращают внимания на мнения окружающих и делают все, что для них важно, они открывают миру новые грани своего поколения, которое, кстати, очень творческое и непредсказуемое. Молодежь сейчас пишет стихи и прозы, поет, пишет картины и смело заявляет о себе с помощью творчества, благодаря популяризации поэтического направления молодыми творцами, в столице появляется все больше и больше заведений и организаций, помогающих устраивать литературники. То есть каждый, кто хочет поделиться своим творчеством, имеет возможность выступить перед аудиторией и вдохновить других сделать то же самое, в Киеве существует несколько творческих сообществ, которые еженедельно или реже организуют творческие вечера. Выступление и присутствие в зрительном зале возможно по предварительной записи у организатора или через регистрацию. Читайте на эстейлера самых топовых из них, кто организует творческие вечера для молодежи. Local Club – это клуб культурного досуга, который еженедельно организует творческие вечера, квартирники и концерты, а также выставки и мастер-классы. Организаторы каждый раз ведут запись авторов, желающих выступить со своими стихами или прозами, а также выбирают локацию. Это может быть кафе, ресторан, и даже, знаменитый киномагазин «Октябрь». Для авторов регламент три стихотворения, а вот для музыкантов два-три композиции. Закопелок – такое название имеет уютный книжный магазин и кафе одновременно. Закопелок расположен в самом сердце Подола, а это самый любимый район молодежи Киева. В этой кофейне довольно часто устраивают встречи с поэтами и прозаиками, которые хотят поделиться своим творчеством со Вселенной. Урсус поэтри – это творческое движение Киева, которое еженедельно с четверга по воскресенье устраивает поэтические чтения. Организаторы выбирают локации и ведут запись желающих выступить авторов и музыкантов, которые хотят выступить, а также гостям поэтического вечера обязательно нужно заранее забронировать себе место. Невидомест – эти организаторы-поклонники несколько необычных форматов, они любят остроту и смелость. Если вы хотите послушать интимную лирику, вам точно сюда. Но, конечно, вы можете прийти сюда и с обычной поэзией и вас охотно послушают гости, а кроме поэзии и бокалов вина вам расскажут об истории страны и отдельных личностях. Что нужно учесть перед записью на творческую тусовку? Перед тем, как решиться на выход из комфортной зоны, важно пообщаться с организаторами творческих вечеров, чтобы лучше понимать специфику каждого из трех вариантов и выбрать для себя самый комфортный. Ведь ваше творчество – это ваша душа, которую вы собираетесь открывать случайным незнакомцам. Ранее мы рассказывали о бесплатных экскурсиях в Киеве, а также писали о том, где похоронены творцы украинской государственности.